По статистике, половину всех продаваемых сегодня книг покупают люди старше 45 лет. Что почитать нам на досуге, подскажет рубрика «Читай город». Доброе утро, с вами «Читай город». Новый струсюжетный роман «Перед падением» американского писателя и сценариста Ноя Холли рассказывает историю о неудачливом художнике Скотти Берози, изображающем на своих картинах катастрофы и которые по стечению обстоятельств оказываются на самолете, потерпевшем крушение. Туманной летней ночью в воздух поднялся частный самолет, на борту которого находилось 11 пассажиров, 10 богатых и знаменитых «Випперсон» и переживающий не лучшие времена художник Скотт Бероз, затесавшийся в эту компанию по чистой случайности. А через четверть часа произошла трагедия – самолет рухнул в океан. Уцелели только Скотт и спасенный им четырехлетний сынишка могущественного медиамагната. Что же произошло? Несчастный случай, теракт или же эту катастрофу подстроили специально – ради убийства кого-то одного. ФБР начинает расследование, пресса неистовствует, избрав жертвы Скотта. Но во время расследования открываются некоторые тайны и любопытные факты из биографии погибших пассажиров, которые заставляют посмотреть на эту трагедию в ином ракурсе. Весь роман, по сути, это расследование произошедшего, своеобразный детектив с воспоминаниями каждого из персонажей и подробным описанием их профессиональных и личных драм. У Ной Холли вышел захватывающий психологический триллер с глубоким описанием человеческих характеров, желаний и стремлений. Книга понравится всем поклонникам остросюжетной литературы, триллеров и психологических романов. А вот книга «Столкновение. Откровенные истории» Виталия Калоева – это реальная история человека, потерявшего все – семью и смысл жить. Авиакатастрофы над Боденским озером считают самой страшной за всю историю отечественной авиации, поскольку большинство пассажиров разбившегося самолета были детьми. На борту одного из самолетов находилась вся семья Калоева – супруга и двое детей. Спустя полтора года после случившегося Виталий Калоев убил авиадиспетчера, по вине которого произошла эта трагедия. Общество до сих пор неоднозначно относится к событиям тех дней. Одни встали на сторону убитого горем отца, другие осудили Калоева за чудовищное преступление. В этой книге впервые за 15 лет после катастрофы Виталий Калоев откровенно рассказывает о событиях, которые изменили его жизнь, о том, как произошло убийство Питера Нельсона и было ли оно случайным. Книга основана на воспоминаниях самого Виталия Калоева и тех, кто находился рядом с ним в первые дни после крушения самолета и во время следствия суда по делу убийства Нельсона. Эта книга не только о столкновении двух самолетов, но и о столкновении разных менталитетов, разных систем ценностей. А еще это история о столкновении с самим собой, о том, как каждый день герою приходится бороться со своей слабостью, отчаянием, чувством вины и одиночеством. В издательстве АСТ вышла одна из ожидаемых новинок этого года автобиографии на террориста Хелен Макдональд «Я значит ястреб». Роман представляет собой драматическую историю юной девушки Хелен. После смерти отца скорбь захватила ее полностью, но девушка нашла способ отвлечься. Завела себе необычного питомца ястреба-сетеревятника по кличке Мейбл. Хищная птица, само существование которой ассоциируется с далекой свободой, гордостью и неподчинением, и человек, погрузившийся в глубокую депрессию. Терпение и доброта – все, что нужно Хелен в ее подавленном состоянии. Находя их в сердце, она обретает через дружбу с хищной птицей необходимое ее ощущение свободы и легкости. Молодая самка хищной птицы по кличке Мейбл становится для Хелен центром мира. Все, о чем думает и говорит Хелен, связано с ястребами. Ее невидимый друг из людей – Теренс Уайт, автор цикла романов о короле Артуре. И, как и Хелен, только почти веком ранее он дрессировал ястреба и даже написал об этом книгу. Во внутренних дискуссиях с Уайтом Хелен проводит время, если не летает над землей вместе с Мейбл. История приручения ястреба-сетеревятника оказывается в исполнении Хелен Макдональд универсальной истории об утрате депрессии, уходе от мира и возвращении к нему.